Друзья, добрый день! Сегодня продолжаем тему школьного образования. К школьной программе есть, среди прочих, две претензии. Это низкая практичность и вторую раздутость материала. То есть считается, что в школе изучается очень долго то, что не применяется. Обе претензии довольно обоснованные, но, как говорится, главный русский принцип критикуешь предлагать, предлагаешь делай. Что можно сделать? Допустим, можно, чтобы, осваив математику, школьник также изучал Excel, Python, финансовую грамотность. Те цифровые вещи, которые пригодятся ему в карьере, чтобы он из школы вышел не только с аттестатом, баллами ЕГЭ, но и с профессией, с широким кругозором. Ну, приведем пример. Как можно геометрию, казалось бы, тот предмет, который тяжело оцифровать, ну, не то, что тяжело, а там чертить надо, использовать и освоить, допустим, Excel или Python. Вот есть простая задачка. По трем параметрам треугольника, именно по трем сторонам, можно рассчитать не только площадь треугольника по формуле Герона, но и, так сказать, все паспортные данные треугольника вычлены. Можно сделать такой тренажер, можно его реализовать через сайт, где нужно ввести три стороны треугольника А, Б и С, и по ним выдать все характеристики треугольника. Медианы, высоты, бисектрисы, синусы, косинусы углов, что применяется в треме синусы, косинусы, сами величины углов, полупериметры, площадь, радиусы вписанной, описанной окружности, радиусы в невписанной окружности. Тогда вы любую задачку сможете, про треугольник, зная три стороны, или быстро выходя на три стороны, быстро себя сверять, да, и получать полный паспорт треугольника. Довольно интересно. Как возникла эта задача? Задача возникла из задачки за ФТША по математике, где были данные три стороны, нужно было рассчитать какие-то вещи, как медианы. И, конечно, есть там длинные формулы, которые сложно запоминаются, а можно всегда создать себе тренажер, проверить. Для чего это нужно? Во-первых, человек, ученик или учитель осваивает инструмент. В данном случае это Excel, где-то это может быть Python. Кто что больше любит, а иногда лучше и то, и то. Потому что Python сегодня это маст в образовании. То есть здесь можно, что осваивать? Во-первых, это некая проектная деятельность, это уже деятельностное образование. Так человек, которому может быть не очень интересна математика, оно интересное программирование или алгоритмы, он может проявить интерес к математике. Также, грубо говоря, какие-то могут быть творческие идеи. Как оформить этот Excel-файл? Как оформить код в Python? Сделать это может быть вообще через Unity. Сделать лендинг, запилить для этого. Или удобный онлайн-калькулятор. Чтобы реализовать этот расчет, нужно будет знать формулу Bissig 300, допустим, медианы, которые не такие очевидные. Нужно понять, как синусами углов быть. То есть, чтобы составить эту табличку, нужно постараться и как-то вырасти. Очень интересная вещь, и ее легко можно свою другую. Таких задачек у нас много. Есть целый уже подбор задач и по теореме Виета, и по прогрессиям, по геометрии, по теории чисел, по комбинаторике. Практически по всем школьным программам, школьным темам можно сделать такое цифровое сопровождение. Ребята по-разному выполняют. Кто-то делал, допустим, анализ параболы. По трем параметрам параболы можно нарисовать график и вывести ключевые ее характеристики. Вот важная тоже задача. Такая проектная деятельность, такая, так сказать, более деятельностное образование на выходе может дать совсем других специалистов, совсем других творческих реализованных людей. Так что решайте, пробуйте, совершенствуйтесь, придумывайте свои алгоритмы. Пусть школьное образование будет интересным, практичным, деятельностным, командным. Продолжение следует... Продолжение следует...